Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель начал открыто шантажировать Балалайню. Функционирование этой инфраструктуры «Северный поток-2» будет зависеть от развития событий вокруг Украины и действий России. Невозможно вообразить, что с одной стороны мы обсуждаем введение санкций, а с другой открываем эту инфраструктуру. Заявил Боррель на встрече министров обороны стран ЕС во французском Бресте. Огорчает одно – все эти меры кажутся запоздалыми и недостаточными. Радует другое – проснулись даже европейцы и в контексте отношения к России у них сейчас нет разногласий с американцами. Россия отказалась от следующего раунда переговоров с США, а Путин начал консультации с военными по Украине. О чем это свидетельствует? О том, что в ближайшее время Кремль с большой долей вероятности официально введет свои войска в Ордло. Путин попал в ситуацию, когда он пошел ва-банк, а его демонстративно послали в лес. Такого его самолюбия вынести не может, а поэтому он сделает то единственно возможное, что подымет его статус у себя дома и, как он думает, перед американцами, но одновременно не потянет за собой тысячи и тысячи гробов, российских их тамнетов, из Украины. В принципе, для Киева в этой ситуации мало что изменится. Часть Донбасса как была оккупированной, так и останется. Правда, приблизится тактическое ядерное оружие, которое россияне разместят в Ордло, еще в Калининградской области. По данным Вашингтона, дальше Ордло россияне идти не планируют, для этого у них недостаточно сил, а возможные потери будут исчисляться десятками тысяч, но готовыми нужно быть ко всему. Подробнее о брифинге Йенса Столтенберга. Он подтвердил заявление госпожи Шарман, рассказал, о чем спорили стороны переговоров и к каким позициям пришли. Союзники по Альянсу подтвердили политику открытых дверей в НАТО. НАТО ответило отказом на призыв России не принимать Украину и по данному решению компромиссов не будет. Члены Альянса дали понять, что не откажутся от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе с присутствием войск в восточной части НАТО. В Альянсе заявили о решимости не допустить агрессии РФ против Украины. Стороны намерены договориться о взаимных ограничениях на ракетные вооружения в Европе, в том числе и в отношении ядерного разооружения. НАТО считает неправдой, что расширение организации – это агрессивный акт, поскольку оно распространяет демократию. ВЫДЫХАЕМ ЗРАДЫ НЕТ И БЫТЬ НЕ МОГЛО То, что кротовня в ОП постоянно посылает сигналы наружу, что какая-то шестерка олигархов постоянно путаются у них под ногами, а настоящий альфач в этой стае – это ермак – подтверждение на фото. Сайт так называемого президента уже даже не скрывает, что шестерка олигархов при них что-то типа навязчивой мухи, постоянно жужжящей, что она президент, корчит из себя большую шишку, но ей уже даже на официальных фото не позволяют заслонять настоящего начальника. Этот начальник на фото с ОП постоянно топает в голове стаи, а шестерка плещется где-то позади. Он, сидя за столом, принимает какие-то доклады от шестерки, к нему навстречу приезжают советники и дипломаты, а шестерка только их принимает, как швейцар. Кто на самом деле имеет статус альфа-самца в этой стране, из этих фото читается совершенно четко. Этим офицерам ФСБ тупо западло, чтобы этот клаван из КВН КГБ даже формально их начальником выглядел. Госбюро расследований опубликовало официальное заявление о том, что Петр Порошенко должен получить меру пресечения в день своего прибытия в Украину и намекает, что нужен арест. Петр Порошенко – лидер нации, а не мальчишка, который будет бегать от четырежды уклониста по заграницам. Он прилетает 17 января, прекрасно зная про решение суда о принудительном приводе. Бояться – не его удел. «Пусть боится паяц, по недоразумению исполняющий обязанности президента, но нам всем нужно поддержать пятого президента. Именно мы – его основной актив». Еще раз, кто сможет 17 января 8.00, аэропорт Жуляны? «Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы туда зеленых человечков не опустили бы». Владимир Зеленский в интервью «Аксиас». Тем временем у нас на пороге российские войска, готовые к полномасштабному вторжению. США, НАТО и ЕС готовят ответ Путину, если тот решится на тотальную войну. И вообще у Зеленского есть все шансы наконец-то на деле показать, что надо было предпринимать весной 14-го. И он показывает. Показывает, что если бы он и правда стал президентом после Януковича, то в период российского вторжения занялся бы длительным отдыхом с Ермаком, писал в Инстаграм про красоты Карпат, давил проукраинскую оппозицию, записывал туповатые видеоблоги, вкусно ел, сладко спал и блокировал все реформы, до которых дотянется. Как бы это остановило зеленых человечков, пока не ясно. Возможно, расчет был на то, что они умрут со смеху. Информация уточняется, но предварительно известно, что послы стран J7 в ближайшие дни планируют посетить прозрачный офис европейской солидарности. Думаю, рассказывать о причинах беспокойства нет смысла. Все понимают, что происходит. Напомним, вчера заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд дала четкий сигнал Зеленскому, призвав прекратить преследование Порошенко в условиях угрозы наступления россиян. Когда Путин разворачивает сотни тысяч войск у границ Украины, настоящее безумие атаковать лидера оппозиции, за которого проголосовали миллионы украинцев и по данным нескольких социологических групп, побеждающего Зеленского во втором туре президентских выборов. Это политическое дело, это политическое преследование и в результате для Зеленского оно может стать роковым. Начало месседжа для тех, кто мониторит Никто не планирует драться, что-то прорывать, кого-то отрывать. Силу мы применим только в одном случае, если его силой попытаются увести в любом другом направлении, кроме Печерского суда. Это не угроза, это констатация факта. На любой беспредел ответ будет соответствующий. Это снова не угроза, это констатация факта. Мы не боимся от слова совсем. Но предпочтем простой и изящный путь решения данной ситуации. Порошенко прилетает и, как он и планирует, едет в суд. Конец месседжа для тех, кто мониторит. По ссылке под этим видео отдельный телеграм-канал, посвященный возвращению Порошенко и событиям, которые будут непосредственно предшествовать и наступят после. На России допускают размещение в Венесуэле и на Кубе своих военных и инфраструктуры в ответ на расширение НАТО на восток, заявил глава МИД РФ Лавров. Вот пофиг. Пусть россияне втягиваются в эту суперзатратную гонку вооружений. К чему она однажды привела, всем известно. Пост скриптум. А Куба с Венесуэлой об этом хотя бы знают? Не удивлюсь, если это очередные понты Кремля, так как развернуть ракетно-ядерную инфраструктуру за 10 тысяч миль от своих границ по стоимости, как примерно, построить еще один Воронеж. Турецкий тяжелый беспилотник Тай-Анка побил рекорд, совершив полет продолжительностью 30 часов 30 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok